Меня зовут Нодар, фамилия Беридзе, с Грузии. С 24 августа осуществляю верлуток Сезамир. Начал с Киева, я был уже всю, в принципе, западную Украину, все областные города, там многие тоже города по пути, значит, встречаюсь с людьми, в основном в областных городах. И хочу одно донести, чтобы прекратились боевые действия, чтобы народ как-то сплотился, как-то объединился за мир, и более или менее получается, конечно. Ну, самое основное впереди, я хочу проехать на Донецк-Луганск, значит, насколько получится, пока не знаю, есть какие-то уже связи, контакты, и посмотрим. Завтра остаюсь здесь, работа много, то есть по интернету я один, нет помощников, нет менеджеров, но все-таки, послезавтра еду на Одессу, там тоже останусь пару дней, как бы напишу письмо на президента Украины, на Верховную Раду, на президента Путина, на Государственную Думу, всем, значит, имеющимся в Украине международным организациям, всем организациям Евросоюза, там, Америки. Одним словом, чтобы все-таки призвать весь мир, украинские, в первую очередь, и русские народы, чтобы прекратились боевые действия в Украине. Основная задача данного велосипеда вот эта. Значит, начало уже этого года, наблюдаем, что происходит у вас в Украине, и легендарный грузин, 14-кратный рекордсмен мира, Тюмбер Давидович Лежава, который в одиночестве объездил весь мир на велосипеде беспрерывно 1993-2002. Значит, он задумал данный велосипед за мир, и человек, он до того был неординарным, таким вот экстремальным, что своей смертью даже он сделал вызов всему миру, чтобы сделать мир в Украине. То есть, он очень много работал над данным проектом, очень много сделал, и, к великому сожалению, 25 июля он скончался. Я уже был в самолете, я уже летал здесь. Такая очень трагичная история, и сейчас тем самым, что я осуществляю данный проект, данный велопробег, будучи я не велосипедист, проехал более 2,5 тысячи километров, хочу дать пример всем простым рядовым гражданам, чтобы нельзя убивать людей, массово нельзя убивать людей, что происходит в Украине. Это братоубийственная война, русские, украинцы, чтобы друг к другу стреляли, а украинец в украинцах, чтобы стрелял, ну, если лет 5-10 назад кто-то сказал бы, ну, то есть, сами понимаете, что происходит в Украине, в вашей стране, это геноцид, геноцид украинского и русского народа. Убивают от горных ребят, то есть, племенных ребят, таких вот здоровых патриотов, и с этой стороны, и с той стороны. Просто мотивация информационная, вот эта, значит, машина работает, и происходит ужасное, катастрофа происходит просто-напросто. Я на въезде Николаева встретился, ну, там поговорил, остановился с человеком 50, значит, погибших. И там дивизия ваша, Николаевская, более 1200 человек, больше 200 человек остались в живых, остальные погибли. И остановитесь, прошу, пожалуйста, кто-нибудь, как-нибудь, пускай весь мир как-то обратит внимание на Украину, что сейчас уже хватит, повоевали, показали друг другу кровь, достаточно. Пачками идут гроби сюда, пачками гроби туда, несчитанное количество уже братских могиль, неопознанные дела, ну, как так можно, я не пойму. И как вот эти политики, которые сегодня как-то умно выступают по телевизору и дурят народу, каждый день, я не знаю, как в этой стране вообще можно жить сегодня. И без пяти часов десять утра, каждый день, хочу объявить, уже сколько времени прошло, часам мира в Украине, пускай весь мир подхватит это и сообща, мы что-то можем сделать. Мы можем остановить данное кровопролитие, данное убийство под именем коммерция, скорее всего, потому что все нормально, просто отбирают вот этих ребят, хлопцев, которые автомат в руке не держали, автомат не видели вообще. В основном не из городов, а из хуторов, из сельских местностей забирают, чтобы не было там много шумиха. Убили, то есть привезли гроб там, запечатали там, что там, Бог его знает, и то. То есть я не знаю, как весь мир вообще спокойно смотрит на это. То есть спрашиваете, какие трудности я прошел, а при чем тут мои трудности? Я руки не могу разогнуть, палцы нормально, это пройдет. Месяц, два, это пройдет. Я встану в нормальной физической форме, тем самым тоже даю пример, чтобы в возрасте 44 лет можно и такие проделать. Не просто сидят у телевизора, сосад пива. И основные трудности на востоке. Люди не могут покинуть то же самое в своей квартире, им некуда ехать, не на что ехать, кушать там. Люди с голоду погибают, помирают. А тут бигборды везде расклеены, все хорошо, все прекрасно. Извините, ну так, наверное, не надо. Я очень надеюсь, что украинский народ и русский народ помудрят, поумнеют и прекратят стрельбу. Призываю всех кавказцев. Пускай они своим примером, своим авторитетом, своим дружеским отношением как-то содействуют, чтобы был тоже мир. В основном вот это. То есть не просто вот цирк приехал, цирк уехал. Еще раз повторяю, что своей смертью Джумбер Давидович Лежава кинул очередной вызов. Значит, чтобы с его именем как-то как бы помочь, спасти хотя бы один человеческий жизнь. Вот это основное. Спасибо.